Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. С ангелами рядом. Глава 8. 1929 год. Освобождение из заточения. Ватикан-Латеранский дворец являлся папской резиденцией на протяжении многих веков, но в течение 59 лет папы были узниками итальянского государства и заперты в Ватикане без права выхода за его пределы. После прихода фашизма у папы Акил Лератти было одно желание – защитить юридически свободу церкви. Он воспользовался и стремлением Муссолини приобщить католиков к фашистскому движению, или только сделал вид, что согласен с подобными идеями, но этим он все же добился подписания соглашения о создании на территории Италии независимого государства Ватикан. Холодным февральским днем в Латеранский дворец вошли государственный секретарь Ватикана кардинал Петро Гаспорри и глава итальянского правительства премьер-министр Бенитто Муссолини. Один из них представлял святой престол, другой – королевство Италия, каждый в окружении своей свиты. Король не присутствовал, так как сближение государства и церкви была, в большей степени, идея Муссолини, чем Виторио Эммануэля Трех. Перед подписанием Латеранского договора папа Ратти и Муссолини встречались не один раз, чтобы обсудить все подробности и условия. В один из таких дней Муссолини попросил папу переговорить с ним наедине. Ратти сделал сдержанный кивок Гаспорри, и тот вышел в сопровождении кардиналов. Муссолини, не стремясь начать издалека, без церемоний произнес «Ваше святейшество». Насколько мне известно, на конклаве вы проявили большую мудрость. Впрочем, как и все, что делает ваше святейшество, является бесспорной мудростью – пообещать выбрать на должность государственного секретаря другого человека. Именно благодаря этому мудрому решению мы имеем большую радость видеть во главе католической церкви «Ваше святейшество», не так ли? С каждым его словом мускулы лица Ратти слегка напрягались. Но в конце он ответил достаточно спокойно – «Это верно». Откуда Муссолини было известно о подтасовке на конклаве? Он прекрасно знал, как это, к чему приведут его дальнейшие решения. Тем не менее, папа с достоинством продолжал – «Я оставил на должности государственного секретаря его высокопреосвященства кардинала Гаспорри, потому что знал, какую неоценимую помощь он может мне оказать в примирении Ватикана и итальянского королевства, что ж, мы подходим к финалу того, за что вы так боролись и к чему стремились. Чтобы довести дело до успешного завершения, не стоит ли СН. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.